Петербургская кардиологическая школа с ее взглядом на развитие спортивного сердца и московская имеют единый консенсус. И этот консенсус российский на сегодняшний день нашел очень серьезное и большое понимание в Европе, в Северной Америке, что мы видим в временных и в гайдлайнах, которые выходят на этих двух континентах. Ну и теперь позвольте перейти уже к самому докладу. Действительно, что же такое спортивное сердце, что такое здоровое, что такое патологическое? Эта дискуссия идет уже много лет, начиная с работ Главердена. Действительно, это пик проявлений возможностей, величайших достижений или это путь к тяжелым заболеваниям? Мы знаем, что физические упражнения способствуют профилактике развития сердечно-сосудистой патологии. Это непреложная истина. Мы знаем, что длительные энергичные упражнения могут быть связаны с негалоприятными электрическими структурным ремоделированием. И это тоже факт. Следующий, пожалуйста. Имеется и у спортсменов. Но мы видим, что более 40% это внезапная ритмическая смерть. Именно то, о чем с 2017-2018 года ведущие специалисты, такие как Шанжей Шарма и его учителя Доминика Карада, Антонио Пиличчо говорят, именно уже апеллируя к опыту и работе российских кардиологов, российских ученых. Следующий слайд. Позвольте напомнить хорошо известную, а может быть молодыми специалистами, которые, может быть, этого и не знают. Классификация развития патологического сердца, а тогда дистрофии миокарда вследствие физического перенапряжения Александра Григорьевича Демба. Этот величайший ученый предвосхитил все те вещи, все те изменения, которым мы сегодня даем объяснение благодаря обладанию генетическими знаниями, благодаря обладанию вот такими возможностями. Это магнитно-разноносная томография, современные методы биопсии и иные современные технологии. Мы с вами видим изменения на электрокардиограмме и на самом деле, уважаемые коллеги, говоря о здоровом патологическом сердце, так или иначе на сегодняшний день мы обращаемся к электрокардиографическим параметрам. Так вот, Александр Григорьевич Демба здесь описал и, мы можем увидеть, и гипертрофию левого и правого желудочка, что лет 15-20 назад практически не описывалось. И мы можем прочесть здесь признаки синдрома Бругада и возможность обратного ревосстановления, реремоделирования после прекращения физических нагрузок. Следующий слой. Итак, вот позиции Европейского общества аритмологов и Европейского кардиологического общества. Занятия спортом могут самостоятельно приводить к аритмогенному ремоделированию миокарда. Вот, собственно говоря, документальное подтверждение тех идей, которые были заложены Григориевичем Лангом, развиты Александром Григорьевичем Дембе и целой палеядой блестящих ученых. Следующий, пожалуйста, слайд. Хорошо известные подходы диагностические, которые мы сегодня с вами используем. Следующий. Физиологическое спортивное сердце. Оно формируется, в первую очередь, генетическими факторами. Мы в конце 90-х годов были описаны гены, которые характеризуют силу, выносливость. Масса комплексов генов была описана в интереснейшей лаборатории в Санкт-Петербурге при Институте физической культуры и, естественно, в лаборатории Московского Центрального Института научно-исследовательского института физической культуры. И вот развитие этой идеологии принадлежит отечественным ученым. Дальше играют роль и ситуационные внешние факторы. Позвольте, вот я использую именно такие термины. Это когда начали тренировки, в каком виде спорта. И это педагогический талант тренера, который играет ключевую роль. И, собственно говоря, именно тренер является заказчиком всей нашей с вами работы. И внешний – это качество тренировочных, площадок, качество одежды и так далее. Следующий, пожалуйста, слайд. Это, собственно говоря, сегодняшняя интерпретация электрокардиограммы спортсмена, которая делит на нормальную электрокардиограмму, которая соответствует неким физиологическим адаптационным механизмам и патологическую, с некой серой зоной. Хорошо известная классификация. Следующий, пожалуйста, слайд. Так вот, чаще, что мы, когда говорим о здоровом сердце или физиологической адаптации сердца спортсмена, на первом месте, конечно, состоит синусовая бродикардия и те или иные признаки гипертрофии миокарда. Это суть всех тех, да, больших изменений, которые указаны в предыдущем слайде. Следующий, пожалуйста. Нормальное физиологическое сердце по данным современных исследований левых желудочек, ну, нормированная, естественно, площадь поверхности тела, меньше 35 миллиметров и меньше 40 миллиметров, соответственно, у мужчин и женщин. Максимальная толщина стенки меньше 12 миллиметров. Мы говорим о чем? О норме. Но в 2% случаев уникальные спортсмены могут иметь 16 миллиметров и выше, и об этом мы тоже, конечно, сегодня знаем. У чернокожих спортсменов гипертрофия левого желудочка может быть более 13 миллиметров, достигать 17-18, вплоть до, в отдельных случаях описаны, до 20. И это, опять-таки, надо помнить. В чем суть и в чем различие? Физиологическое сердце, оно работает у спортсмена действительно очень четко, и каждая фаза и систола, и, что очень важно, диастола не нарушена. То есть нет диастолической дисфункции, есть максимальная экономизация. Следующий слайд. Интересный момент по поводу размера левого предсердия. Мы знаем, что нарушение ритма над желудочкой у спортсмена встречается в 10-15 раз чаще, чем в среднем в популяции. Действительно для них характерно расширение и левого, и правого предсердия. При этом значимое увеличение более 48 мл. левого предсердия встречи, но так же, как и правого, встречается аналогично в гипертрофии миокарда левого желудочка где-то в 2-3% случаев. Следующий, пожалуйста, слайд. Соответственно, правые камеры также расширяются. Расширение правого желудочка до 40 мм по длине оси также встречается где-то в 3-5% случаев. Следующий, пожалуйста, слайд. Важно, что большинство адаптационных реакций регрессируют в течение нельских недель. Однако в 20% случаев, по данным перспективного французского исследования, через 5 лет бездействия, это касалось лиц, которые занимаются велогонками, участвуют в таких соревнованиях, как Tour de France, в 20% случаев у этих людей, которые тренируют соответствующие качества, спортивные, не изменяются, не изменились размеры сердца. При этом нарушение систолической и диастолической функции у этих людей не отмечалось. Поэтому мы должны понимать, что такие... Да, представить тех ученых, на основе которых мы сегодня строим наше объяснение той патологии, которую мы описываем. Уолтур Кеннон, Ганс Селье. Пожалуйста, следующий слайд. А здесь у меня действительно было счастье общаться с этими людьми. Это ученики Ганса Селье, это профессор Эвет Таше, следующий слайд. Это доктор Сцабо, профессор Сцабо, который и сегодня в Университете Канады продолжает работать над проблемами стресса, и в том числе стрессорного воздействия на миокард. Те позиции, те положения, о которых мы с вами сегодня говорим, вызвали у него живой интерес и, в общем, полное одобрение, за что ему большое спасибо. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, здесь, собственно говоря, история развития этого изменения, о которых мы с вами говорим. Позвольте напомнить о работах Семенова и Целариуса, которые одни из первых в мире описали гистологическую картину изменений миокарда спортсменов. Ну, и я, конечно же, не могу не упомянуть таких профессоров, как Кушаковского, который выдвинул понятие мембранопатии как разновидности в то время использования на дистрофе миокардов спортсменов. И, конечно же, Эдуарда Вениминовича Зеленцовского, который подвел черту пот и позволил нам друг друга понимать, я имею в виду ученых Европейского кардиологического общества, Американской кардиологической ассоциации российских ученых, предложив использовать термин стрессорной или спортивной кардиомиопатии, что сегодня нам позволяет публиковаться в весьма престижных журналах. Следующий, пожалуйста, слайд. Итак, механизмы формирования патологического спортивного сердца, естественно, это генетические основы, которые регулируют активность натриевых калиевых каналов и миграцию, соответственно, транспорт кальция. И негенетические, которые связаны в первую очередь с активностью перекисной кислинголипидов, изменение текучести на этом фоне мембран, что приводит к накоплению кальция в клетке, изменение систолической и диастолической функции и естественное формирование аритмии. Следующий, пожалуйста. А также к негенетическим, естественно, относим к развитию физиологической гипертрофии, изменение объема, возрастание уровня факторов фиброза под воздействием больших, то есть на фоне растяжения миокарда, предсердий и желудочков. Это вот этот механизм, физиологический механизм, в данном случае играет большую и важную роль. И очень важно, что возрастание факторов фиброза, которые вы видите на слайде, уровень их тем выше, чем выше и длительнее нагрузки или больше спортивный стаж. Следующий, пожалуйста, слайд. В миокарде на этом фоне возникает очаговое изменение. По данным электронной микроскопии отмечают изменение плазматических мембранных ядер кардиоцитов, мотохондрии в виде размытости, разрывов, уменьшения числа крест и нарушения билипидного слоя мембраны. Следующий, пожалуйста, слайд. Очень важен воспалительный компонент. Мы знаем, что репарация происходит за счет активации местного воспалительного ответа. Так вот, цитокины, вовлеченные в этот процесс, включая интерлекин-1, интерлекин-6, фактор микроза опухоли, альфа, также глютамины, они стимулируют синтез провоспалительного белка. Следующий, пожалуйста. И таким образом формируют те, запускают тот каскад еще и аутоиммунных процессов, которые также формируют уже патологическое спортивное сердце. А если проанализировать все вышесказанное, то действительно наша позиция такова, потому что патологическое спортивное сердце имеет все признаки, характерные для нозологической единицы. Пожалуйста, следующий слайд. Вот. А терминов этих очень много. Это стрессорная кардиопатия, это синдром Токацуба с его атипичным течением, синдром перетренированности, что достаточно часто используется, особенно в педагогической литературе сегодняшнего дня. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, если мы обратимся к формулировкам Американской кардиологической ассоциации, Европейского общества кардиологического, то вот понятие кардиопатии, как структурное функциональное нарушение сердечной мышцы, при отсутствии поражения коронарных артерий, гипертензии, клапанных пороков и врожденных аномалий, ну, наверное, максимально близко подходит вот к тем изменениям, к тем процессам, о которых мы сейчас говорим. Следующий, пожалуйста. Ну, и что интересно, еще профессором Зимцовским в 2006 году, вы обратили внимание, что вот те формулировки, которые были данными 2004-2006 года, ну, вот как раз и предложил характеризовать патологическое спортивное сердце именно как стрессорную кардиопатию. Следующий, пожалуйста, слайд. Могут ли использоваться такие термины, как токацуба кардиопатия или синдром токацуба? Ну, с позиции Американского кардиологического колледжа, да. И, безусловно, это та дискуссия, которая будет еще продолжаться годами, и на фоне этой дискуссии, конечно, будет проследить еще много интересных открытий, и мы можем быть их участниками. Следующий, пожалуйста, слайд. Действительно, на патологическое развитие патологии миокарда влияет большую роль и коморбидность как коронарный атеросклероз, так и артериальная гипертензия. Пожалуйста, следующий слайд. Важным моментом является и развитие нарушения ритма, как я уже говорил. В первую очередь, наиболее часто встречающиеся изменения это пароксизмальная форма феврилляции предсердий. По данным Шанжей Шарма, вот из его публикации выступлений до пандемии, когда это было, так сказать, открыто, до двух миллионов английских парафонцев среднего возраста, в 10% случаев они страдают пароксизмой феврилляции предсердия. Вот, собственно, насколько велика распространенность этой проблемы. Следующий, пожалуйста, слайд. В 3% спортсменов страдают и нарушениями желудочкового ритма, в механизме, о котором только что мы с вами говорим. Это какие-то данные Доминика Карада. Следующий, пожалуйста, слайд. Для спортивно-характерной жалобы следующий слайд. Как я уже говорил, нарушение изменения кардиограммы, следующий. Изменения вегетативного профиля, следующий. Данные визуализации. При этом большую роль на сегодняшний день мы отводим магнитолезонансные томографии, педитронные эмиссионные томографии, которые позволяют нам видеть локальные нарушения и анализировать степень метаболических нарушений. Следующий, пожалуйста, слайд. Позиция Елены Анатольевны Гавриловой по поводу места и роли кардиопатии спортивной. Следующий. Я время уже практически выбрал, завершая свой доклад клинической демонстрацией. Это женщина 18 лет, которая имела большие физические нагрузки и во время ковида она не тренировалась. И как только закончилось основное проявление ограничения по ковиду, обратно вышло на тренировки. Следующий слайд. Я покажу, с чем связано. Вот ее кардиограмма 485 миллисекунд. Кутэ. Следующий, пожалуйста, слайд. На фоне огромных нагрузок. Мы ограничиваем нагрузки, даем метаболическую терапию. Через два месяца коррегированный кутэк 460 миллисекунд. Следующий, пожалуйста, слайд. И после возвращения к спорту после ковида обратно такой же. Следующий, пожалуйста, слайд. Следующий. Уважаемые, следующий, пожалуйста. Подтверждается это изотопным исследованием. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну и, уважаемые коллеги, это вот один из моих любимых таких вот картин. Это взгляд Савлиадора Дали на то, как он видел с рассказа его друга Ганса Селье, как он понимал процесс стресса. Видите, некая такая магическая вещь, которая позволяет, заставляет нас задумываться о многом. Спасибо. Спасибо, Сергей Анатольевич. Перейду к следующему докладчику. Анастасия Ивановна, пожалуйста. Только учтить, что времени у нас на 6 секций до 11. У нас, в общем, лимитировано время. Добрый день, уважаемые коллеги. Я не буду делать это. Я сразу перейду. Хорошо. Сразу непосредственно к теме доклада перейду. Поэтому, если можно, следующий слайд. Когда мы говорим о различных вариантах перенапряжения сердечно-сосудистой системы, которые требуют внимания и со стороны спортивных врачей, и со стороны терапевтов, кардиологов, в первую очередь, на что мы обращаем внимание, что все эти проявления требуют в первую очередь тщательной дифференциальной диагностики. В тот же момент, когда мы решили, что это не органная патология, не связанная с какими-то структурными изменениями сердца, что это действительно перенапряжение сердечно-сосудистой системы, в каком-то варианте этого проявления перетренированности, которые еще не привели к тому, что мы можем увидеть при различных методах исследования, естественно, мы дальше уже обращаем внимание на то, сопровождается ли это какими-то функциональными изменениями, требует каких-то дополнительных исследований. Следующий слайд. Понятно, когда мы видим вот такую кардиограмму с выраженнейшими нарушениями реполяризации. Следующий. В тех случаях, когда нарушение реполяризации сопровождается еще с нарушениями проводимости, когда-то еще с нарушениями ритма, это в первую очередь исключаем органную патологию. Исключили, переходим к следующему этапу. Следующий слайд можно. И в этих случаях я всегда с удовольствием привожу данные и Барри Марона, и Антонии Пеличи, которые всегда говорят, что даже минимальные изменения на ЭКГ, которые в свое время уже позволили исключить органную патологию, тем не менее требуют дальнейшего наблюдения, и нельзя на это исключать глаза. Закрывать глаза, сейчас объясню почему, приводя данные Антония Пеличи. Можно следующий слайд. Это крупное итальянское исследование, которое проводилось на протяжении более чем 12-13 лет, включило в себя почти 13 тысяч спортсменов, и показало, что да, из 13 тысяч спортсменов нарушения процессов реполяризации были влияние не в таком-то большом проценте, 123. При этом органная патология все-таки в большинстве случаев присутствовала. А 229 спортсменов были контрольной группой без органной патологии, которые были обследованы повторно через 9 лет. Следующий слайд можно. Что же показало это контрольное обследование? А то, что несмотря на предыдущее обследование, у кого-то 9, у кого-то 10, 12-13 лет, тем не менее в определенном проценте случаев органная патология появилась. Но посмотрите, что это за патология. 4% это перикардит, миокардит, нарушение ритма сердца, которые, в принципе, могли появиться у людей после первичного обследования. А вот в большом проценте случаев все-таки за этим крылась и гипертрофическая кардиомиопатия, и аритмогенная дисплазия правого желудочка, и дилитационная кардиомиопатия. То есть даже если при первичном обследовании, увидев какие-то изменения, которые мы трактуем как перенапряжение сердечно-сосудистой системы, мы не можем сразу закрыть глаза и сказать, что спортсмен здоров, и мы его просто ведем как проявление перенапряжения. Дальше. В рамках достаточно большого исследования, в рамках Министерства спорта, можно дальше, нами были обследованы 559 спортсменов, высокой квалификации, различных видов спорта, это и циклические, игровые, и представители спортивных единоборств, стрелковые виды спорта. Дальше можно. Достаточно стандартный протокол, который входит в принципе на сегодняшний день, это уже все, что входит в рамки углубленного медицинского обследования. Можно дальше. И такой достаточно сопоставимый с литературными данными мировыми, мы получили процент нарушения реполяризации, как наиболее частого проявления перенапряжения сердца, 16%, и эта группа была обследована дополнительно. Можно следующий слайд. То, что это действительные были проявления перенапряжения сердечно-сосудистой системы, и в принципе проявление перенапряжения подтверждают данные гормонального профиля, которые здесь представлены. Можно дальше. То, что уже Сергей Анатольевич демонстрировал, на тот момент все изменения КГ, почему я провела этот слайд, они достаточно такие, легко воспроизводимые, которые делятся на первую группу, часто встречаемую спортсменам, вторую группу, которые все-таки не связаны с длительными занятиями спортом. Можно следующий слайд, который и сразу следующий, которые дальше были модифицированы в 2017 году в соответствии с европейскими рекомендациями, которые позволили выделить третью группу. Но мы классифицируем спортсменов по первой и второй группе, которые относятся к физиологическим и патологическим изменениям. Следующий слайд. Что же получилось? Что при сопоставлении частоты выявления физиологических изменений практически никакой разницы не было. Достоверно более частого выявления физиологических изменений, связанных с занятиями спортом, мы не зарегистрировали. В отличие от второй группы. Следующий слайд. Где, как вы видите, вот то, что фиолетовые столбики, и особенно на что мы обратили внимание, это достоверно более часто выявление интервала КУТЭ. Поэтому все остальные данные я буду сопровождать просто клиническими примерами, которые покажут, что действительно этот момент играет. И этот момент действительно как чаще всего связан с проявлениями перетренированности, переутомления, перенапряжения. Можно дальше. Итак, вот один из спортсменов, достаточно квалифицированный, велогонщик, у которого исходно нарушение процессов рекаляризации, с пограничными изменениями КУТЭ. Специально написала дистрофия миокарда, то, о чем говорил Сергей Анатольевич. Ну, многие осуждают этот термин, но тем не менее, это единственный термин, который имеет количественную классификацию. Когда мы можем сказать, первая, вторая, третья степень, поэтому отказаться от него мы не можем. Что же было у этого спортсмена дальше? На фоне физической нагрузки, на фоне усугубления нарушения процессов рекаляризации, интервал КУТЭ увеличивается еще больше. Что говорит о том, что все-таки это можем рассматривать как начальные стадии электрофизиологического ремоделирования. Следующий слайд. В отличие от другого спортсмена, опять-таки, нарушение рекаляризации, как видно в покое, пограничный интервал КУТЭ, и на фоне реверсии зубцов Т, на фоне физической нагрузки, нормализация интервала КУТЭ. Что мы уже рассматриваем, как хороший вариант. То есть, к чему мы призываем? К тому, что за этим моментом просто надо следить. Следить терапевтам, кардиологов. И в тот же момент мы призываем тренеров своевременно корректировать физические нагрузки, чтобы не приводить к дальнейшему усугублению. Дальше можно. Кроме того, чаще у спортсменов с нарушением процессов рекаляризации выявлялись и эктопические нарушения ритма. Дальше. Все спортсмены с эктопическими нарушениями ритма, я не буду говорить цифру, проводилось суточное мониторирование дальше, причем с оценкой поздних потенциалов желудочка. Более двух критериев не было выявлено ни у кого. То есть, фактически, это благополучные нарушения ритма. Но, тем не менее, они все сопровождались снижением уровня физической работоспособности. Но это уже более внимания тренеров мы обращаем дальше. И вот еще один пример. Опять-таки, пограничные изменения в УТ, это опять дистрофия первой-второй степени. Дальше. Усугубляющиеся на фоне ортостатической пробы при учащении частоты сердечных сокращений. Дальше. На фоне физической нагрузки появились желудочковые нарушения ритма, усугубление нарушения процессов репаляризации и крайне низкий уровень физической работоспособности. После периода отдыха трех-четырех месяцев, это был летний перерыв, когда спортсменка не тренировалась, дальше можно. Во-первых, хорошая реакция зубцов-Т и увеличение уровня работоспособности почти в полтора раза. То есть, мы тут же призываем тренеров своевременно реагировать на те изменения, которые мы выявляем со стороны сердечно-сосудистой системы. Дальше можно. А этот пример показывает, насколько частота выявления желудочковых нарушений ритма корригируется с удлинением интервала КУТЭ. Да, нарушения ритма. Их не так много, порядка 400. Можем дальше. Удлиняется КУТЭ, но не до критических значений. Это результаты суточного мониторирования на фоне физической нагрузки. Не видим ничего экстремального. И следующий. Это же спортсменка в конце уже спортивного сезона. Следующий слайд. Можно сразу следующий. Посмотрите, какой КУТЭ. Я даже не поняла, что это за зубец. П такой, а это Т. Налазает на П. То есть, до 0,60 удлинение. Крайне неблагополучное. Следующий слайд. Ну, этот пример я привожу всегда. Просто я не могу на него закрыть глаза, потому что это просто был в руках человек. Спортсмен, мастер спорта, заслуженный мастер спорта, представитель игрового вида спорта, да, спортивный ЭКГ, брадикардия, умеренные нарушения процессов реполяризации, периодически выявляющиеся желудочковые экстрасистыла. Дальше. Ну, просто это не сегодняшняя, давнишняя история, когда всем подряд ЭКГ мы не могли делать. Но ничего предосудительного, с чем мы всегда его допускали. Высокого уровня работоспособности никогда не было у этого спортсмена, но игровой вид спорта, он соответствовал всем тренерам, тренеры были довольны и так далее. Пока не случилось обморочного состояния во время игры. Следующий слайд. Это обморочное состояние было связано с пробежкой желудочковой техкардии, которая потом уже была подтверждена при проведении суточного холтеровского мониторирования. Что же мы получили? Следующий слайд. При проведении эхокардиографического исследования расширение полостей левых и левопритертия и левого желудочка с умеренным снижением фракции выпаса. Ну, естественно, спортсмен на какое-то время был отстранен от занятий спортом. Дальше можно. Через 4 месяца после отдыха улучшение показателей полостей левых отделений, уменьшение значительное желудочковых нарушений ритма, но полноценно вернуться в спорт он не смог. И, к сожалению, через 10 лет после прекращения занятий спортом спортсмен умер во время игры в футбол. Следующий слайд. И очень коротко остановлюсь на таком проявлении физиологического изменения, которое показывают и наши исследования как атеровентрикулярная блокада первой степени. Да, мы всегда считаем, что спортсмены, у которых спортивный стаж более 3 лет, имеют право на увеличение интервала КУТ до 0,25 миллисекунд. Хорошо. Следующий слайд. В течение многих лет не очень четкий, но тем не менее. 0,21, 0,22. Дальше. Спокойная кардиограмма. Да, удлинение ПКУ. Но что мы видим на фоне увеличения частоты сердечных сокращений? Следующий слайд можно. Потому что следующее исследование – это уже в момент, когда спортсмен, мастер спорта по водному полу, стал приглашаться не только в юниорскую сборную, которая старше его возраста, больше, чем на 2 года, но уже рассматривался вопрос его перехода в зарубежный клуб. Это на ВГУХе на фоне учреждения ЧСС. И следующий слайд. На фоне ортостатической пробы. То есть уже фактически ПКУ, там 0,25, уже больше. Не стало приводить остальные кардиограммы, но тем не менее. Были еще несколько похожих спортсменов, у которых выявилась очень похожая картинка при проведении суточного мониторирования. Мы всегда говорим, что атеровентрикулярная блокада – это проявление ваготонии, это вариант физиологического изменения, но что мы получили при холтерском мониторировании, то это спортсмен. Дальше. Усугубление нарушения атеровентрикулярной проводимости мы видели именно на фоне учащения ЧСС. Прямо несколько слайдов можно пролистать. Не так быстро, но с некоторой задержкой. Дальше. Еще дальше. Единичный экстрасист. Вы появлялись. Посмотрите, какой интервал ПКУ, который фактически налазит на зубец Т. Это так называемый. Можно было текстового слайда пролистать быстро. Это феномен перепрыгивающего или высказывающего зубца П, ПСКИПТ. Что же еще интересного мы получили, оценив вариабельность ритма у этого спортсмена? Следующий слайд. Казалось бы, хороший разброс, но показатель среднего квадратического отклонения говорит о том, что это в очень хорошей, в очень сильной симпатикотонии спортсмен находится. То есть это уже не проявление ваготонии. Это вариант перетренированности с усугублением симпатических влияний на сердце. Можно дальше. И еще один клинический пример в полсекунды, который говорит о том, что, конечно, увидев такую кардиограмму, и терапевты, и кардиологи сразу ужаснутся. Скажут, что все, катастрофа. Когда-то мы этого спортсмена госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Я ему даже специально в руки дала ЭКГ, чтобы в приемном покое не было никаких вопросов. В тот момент еще было разрешено применять и термитазидин. Следующий слайд. На фоне термитазидина максимально, что мы могли получить. Почему привожу этот клинический пример? Потому что спустя несколько лет этот же спортсмен, закончив карьеру, и перейдя на тренерскую работу, просто пришел по каким-то бумажным делам и говорит, аж, давай колесом. Абсолютно нормальная пленка. То есть это действительно проявление хронического перенапряжения сердечно-сосудистой системы, которое приводит обратно к регрессу и становлению. Следующий слайд, о чем я благодарю вас за внимание и желаю нашим спортсменам здоровых соревнований. Уважаемые коллеги, вопрос ведь, когда мы говорим вообще о терапии, на самом деле мы говорим вообще о клинической практике семейных врачей и терапевтов. Как мы говорим всегда о кардиологии, мы так привыкли об этом. Следующий слайд. Но сегодня разговор идет о том, что есть термин индуцирован физическим нагрузкам желудочно-человеческий синдром. И это такой феномен, с которым сочиняется каждый доктор на самом деле, не только речь идет о спорте, потому что эти пациенты должны, могут быть представлены в любой сфере. А симптомы от 20 до 96% встречаются у спортсменов. Что же это такое? Следующий слайд. Откуда они? Что за причины? Кто-то говорит молодой возраст, но не совсем так. Низкий уровень тренировки тоже не вопрос. Циклические виды выносливости, да, сверх скорее. Изнурительные тренировки. Дегидратация, неприносимость лактозы. Ну, есть такой фактор, который описывают многие авторы. Следующее число. И вот есть такой выдающийся Кенри Роджиус, бегун, олимпийский чемпион, сверхмарафон. И удивительные на 4 победы на бостонском марафоне. У них, кстати, только что скончался спортсмен на очередном марафоне. Только кардиальные причины. Здесь никакого нет. Замечательство, больше марафонов выграно или проигранных переносных туалетов, чем за обеденным столом. То есть диспептический синдром сопровождает всю выносливость. Следующий слайд. И это очень серьезная проблема. Мы понимаем, что есть закономерность подготовки, периодичность, но есть перевод с максимальных нагрузок, с увеличением. Это очень принцип правильный, с одной стороны, в теории методики спорта. Следующий слайд. Но тут мы должны понимать, что сверхнагрузки это вообще на самом деле очень серьезная проблема сегодня современного спорта всего, тем более, что он достаточно интенсивно молодеет. И это вопрос очень всегда спорный. Сегодня ранние специализации. Следующий слайд. И тут мы говорим, а что же происходит? Какие они? из верхних отделов 70% и нижние отделы по взаимодификации, по носковой течении. Об этом говорил, кстати, марафонец. О том же тот самый синдром больше в туалетах, чем на марафон. Следующий слайд. И тут мы говорим, а что же такое длинные дистанции, бег? И у кого же какие, в общем, нижние отделы и верхние, у кого больше, да? У велосипедистов верхние, да? А у бегунов нижние. Тут вопрос совершенно важный клинический с этой точки зрения. И насколько это серьезно. Будет следующее число. И мы говорим о том, что в это время меняется давление пищеного сфинктера, который растет. И по мере восстановления довольно быстро снижается. Было следующее сделано на беговой дорожке. Следующее число. И тут мы понимаем, что от объема нагрузки, от объема МПК, величины, есть критическое значение. В 70% МПК все благополучно. Как только увеличивается МПК до 90, тут же вызывается задержка упражнения желудка, уменьшение всасывания и гастроэнкологические жалобы. Следующее число. И вот та самая физическая активность, которая приводит к расслаблению нижнего спектра и рефлюкс из фагита. И опять это связано как раз с увеличением МПК. То есть это такой реперная точка отсчета для того, чтобы получить гастроэнкологические симптоматику. Из фагальной рефлюксной болезни. Все ее хорошо в муниципе знают, с ней встречаются, она индуцирована нагрузкой. И это синдром неопражненного желудка тоже серьезная проблема. Это связано с пищевой потреблением в спортсмене следующего числа. И тут мы должны понимать, возникновение рефлюксов, все хорошо знают все причины. Но здесь задержка опражнения желудка очень известная и повышение внутребрюшного давления, которое тоже является фактом следующего числа. И мы говорим опять PH, метрия пищевода, интенсивные нагрузки и меняется состояние пищеводного сфинктера связано с тем, каким образом это ассоциировано с приемом пищи следующего. И не только интенсивность нагрузки. И вот сделали исследование. Спортсмен с клиническими и без клинических симптомов взяли абсорбцию глюкозы в кишечнике, покой, проницаемость. Что получилось? У спортсменов в бессимптомном была более высокая кишечная проницаемость, больше эпизодов рефлюса, более длительная продолжительность во время ездения на велосипедах. Покой отличий не было. А вот при беге было совсем другое. Высокая кишечная проницаемость была выражена по данным исследованиям. Следующий следует. И вот тут мы говорим, что наши данные пшеничьим, когда он сделал работу такой психосоматический портрет, она получила выполнение оргометрических нагрузок в достоверном уменьшении времени, полного опрождения желудка тренирующихся в аэробном режиме. И увеличение периода ороцикального транзита у кого? В аэробном, то есть у выносливых. Следующий следует. Для нас это важный финанс. Теперь опрос. Вот опросили кого? Опросили спортсмены и оказалось, что 45% так или иначе предъявляют жалобы диспептического характера. Важно для нас это чрезвычайно. Следующий. И вот то же самое ультрамарафон. Сейчас очень модно 67-161. У кого же было желудочно-кишечное кровотечение, отмечалось по 85% спортсменов марафона. Желудочно-кишечного. То есть насколько это не тяжелая, но есть хирургическая патология, которая иногда встречается в линице с цельчатами. И тут мы опять же бегуны, опять из 9-15 тошнота, спазм, диарея в различных журналах, различных следствий. Следующий слой. И мы говорим, что же такое? И вот марафон. Неодержание кала, приостановили тренировку, понос перед соревнованиями, остановились во времени, испытывали тяжелую. И 16 видели после гонок тяжелую тренировку. Следующий слой. И что же такое ультрамарафонские дистанции? Сегодня Международная Федерация легкой атлетики утвердила примерный список, который расширяется. Они говорят, пожалуйста, вот 50, вот 100, вот 50 миль, вот 100 миль, есть суточный бег. И следующий ультрамарафон, двойной марафон, бег на 6-12 часов и самосопровождение, самый сложный марафон, который есть. 3000 миль, 5000 кругов, 5649, чтобы быть точнее. Следующий слой. И мы говорим о Гонсу, это почему приводится марафон Гонсу, потому что там было количество, огромное количество, это горный был период, там много всяких проблем возникло, но это касается вообще всего популярности, скачок до 1676%. Вот в последнем марафоне, в котором только скончался спортсмен, кардиальный, 22 тысячи участников, 21 мая, этого года, следующий слой. И мы должны об этом говорить, что же это такое? Все-таки триатлонисты говорят, ультрамарафон говорит, очевидно, трактор серьезно влияет на процесс. Безусловно, потому что это, кстати, сказано в том, что финишировать спортсмены, это лимитирует фактор, а клинические симптомы после это достаточно серьезно. Следующий слой. И вот одна из теорий, которая есть, это теория ишемического повреждения. Падение кровоток. Следующий слой. И мы говорим о том, что, и вот тут интересные данные, которые были приведены, а есть такой известный очень на Аляске марафон ездовых собак, где проводились исследования, да, уровня гастрина и кортизола и кортизола у собак. Это исследование опубликовано в журнале, которое касается ветеринарной скандинавной медицины. Это очень популярная гонка, которая популярна для Тайрова. Следующий слой. Что же оказалось? К сожалению, во время этих гонок, я как любитель собак могу сказать, что после этих гонок примерно две трети животных погибают. Это вообще такая, тяжелая история. И поэтому было установлено, что при вскрытии, что вот 48-61% имеют так или инотопатологию желудочно-кишечного тракта. А язвы и гастриты найдены были вообще-то были типичны при вскрытии животных. Я не экстраполирую это на человеческий фактор, но говорю, а в любом случае белок, связанный с жирной кислотой, повышается во время нагрузки. Он левый столбик. А при этом надо сказать, что нарушений функции почек и акреатинина нету, но кальциопротексин растет, который мы сможем посмотреть и в сыворотке, можно посмотреть его в анализе КАЛА. Это важные показатели милоперксидаза, которая, в общем, не специфичная, использует чаще при ревматической болезни сердца. Здесь авторы это сделали. Показали такой воспалительный компонент. И кальциопротексин об этом действует, эта функция нейтрофила. Следующий слайд. И вот мы говорим, что выполнение нагрузок нарушения всасывания и тут риски гипонатремии, которые возникают у спортсменов, вполне возможны, связанные как раз неправильно гидротацией, увеличением жидкости и проблемы карксилитровидного баланса, которые возникают. Все это сверхнагрузки. Следующий слайд. И мы понимаем, что вот эти исследования говорят, что все-таки гипоперфузия может стать на 80% падения кровотока, и это увеличивает степень повреждения, и сопряжается рвотой, боли в животе, то есть диспептическим синдромом. Следующий слайд. И этот фактор говорит сегодня, что несмотря на все, самым главным и ведущим фактором всех симптомов является пищеварительного тракта, да, в данном случае, который приводит все исследования, которые об этом говорят. Следующий слайд. И кровопотеря может быть связана с тяжелым поражением эпителия этого степени шеи, что вызывает кровотачивание. Следующий слайд. И опять же подтверждает это все-таки и теологию ишемического компонента диспептического синдрома спортового следствия. Поэтому мы говорим, что это, кроме всего прочего, сопряжено еще с изменением формы эритроцитов и повреждений, связанных с ферроцитозом, эритроцитов, которые возникают в выносливости, тоже про анемии в спорте и нарушение еще связанное с пороцикальным транзитом и со всеми факторами, которые вам приводить к некрозу, кровотачиванию, Так что тут есть о чем подумать в следующий слайд для нас в клинической практике. И опять же это вместе может приводить нарушение транспорта эритина и дефицита железа анемии в сочетании со всеми диспептическими синдромами. Следующий слайд. Следующий. И все-таки когда мы говорим о регуляции эвакуации пищевых продуктов, мы понимаем, что скорость опорожнения связана с характером вида спорта. Крайне сложно проводить исследования, довольно немного. Тема этой сегодня становится крайне актуальной с увеличением с мер марафона. Это серьезная очень проблема тех самых гастроэнтологических симптомов, которые есть в Вячеславе. Поэтому мы должны на это обратить. Еще один маленький ремарк. Есть такое понятие печеночный болевой синдром. В Велой вот сложно обсуждали, это больше отечественная школа. Да, кстати, в Санкт-Петербурге родилась эта идея вот того самого синдрома боли в правом потребении у молодых спортсменов. Понятно, что до сих пор малоизученная, эпидемиология не очень понятна, откуда она, что это такое. Следующий слайд. Есть разные теории. С одной стороны врожденные дискинезией желудочного пузыря, аномалии развития, принесенные заболевания печени, в частности, гепатит, что тоже крайне серьезно. И тут следует обратить внимание на одно исследование в следующий слайд. Ну, это гемодинамические, холестатические правила. Следующий слайд. И вот одно из исследований, которые здесь в следующий слайд будет следовательно. Белок, связывающий жирные кислоты и аланинаминтрансфераза, увеличивающий после 60 минут аэробной работе при уровне МПК-60. Мы видим реакцию, которая говорит о том, что все-таки ферменты реагируют на нагрузку. Это при МПК-70. А что же делается при МПК-90 в сверхеносности? Это предстоит, наверное, изучить, потому что это тот самый фактор гепатоксичности. И поэтому, когда мы говорим сегодня о перенесенном спортсменном гепатите и тренировками их после перенесенного гепатита А, да, привычный разговор, нужно очень серьезно относиться к контролю печеночных ферментов с этого человека. Надо заботиться о здоровых, ради того, что я не говорю о Матвея, почему дрог? Благодарю за внимание. У нас осталось 7 минут, я вложился точно во время, даже больше и быстрее. Я бы хотел подвести какой-то, наверное, итог, может, у кого-то есть. Дом. Дом. Продолжение следует... Так, включен? Да. Вот, извините. Я, по-моему, говорил, что я один из авторов допинга Кровалова. Только не того, который сейчас ловит с помощью эритроцитов, переливания эритроцитов, там эритропоедин, как раз ровно наоборот. Ко мне обратился однажды такой человек по фамилии Марков, вы помните, да, первый диспансер, руководитель. Вот, и как раз привез историю болезни и смертей на марафоне, и мы их рассмотрели с Леонидом Ивановичем Дворецким, учеником вашего отца, между прочим. Так получилось, это все случайности. Вот, и мы поставили диагноз, что это ДВС-синдром, что это размножение эритроцитов и запускается ДВС-синдром. То, что вы сейчас показали, ну, конечно, без морфологии трудно, 100% даже к гадалке не ходит, это все ДВС-синдром. Кровотечение, острая эрозия, это точно, совершенно ДВС-синдром. Мы можем обсуждать его причины, там, и, конечно, обезвоживание, физические нагрузки, еще что-то, там много факторов может быть, но в конечном счете это снова приводит к микротромбообразованию и развитию ДВС-синдрома, который, в свою очередь, сопровождается кровоточивостью. Потому что это тромбо-геморрагический синдром по определению. Вот, поэтому я вам предлагаю новый допинг, я не стал задавать вопросы про мелодрана, тут понятно уже сейчас, это полная глупость отнесения мелодрана к допингу, но что есть, то есть. Правила игры, я согласен, да, понимаю, хотя, знаете, ну, вы-то точно знаете, как эти правила делать, они смотрят, что спортсмены принимают и говорят, это допинг. Продолжение следует... Я думаю, что наверняка могут найтись какие-нибудь растительные антикоагулянты, я просто их не знаю, а может быть просто типа там Эликвис или Продакса, то, что мы сейчас вот используем активно при ковиде, да, и вытаскиваем с того света больных, может быть и здесь это тоже будет работать. Это скорее даже направлено не на повышение выносливости, хотя я думаю, что выносливость, конечно, тоже повысится, а на профилактику тромбо-геморрагических осложнений. Ведь могут спортсмены пшикать себе, а то же они задыхаются, особенно норвеги, норвеги очень говорят, да, я совершенно, я к спорту не имею никакого отношения, кроме того, что я рассказал, вот, но знаю, что они имеют право, а наши не имеют право, потому что у нас так часто астма не бывает. Все, теперь вы знакомы занимаемся кардиологией, да, как бы мы, я будущий кардиолог возглавляю секцию, вам спасибо, Павлович, за комментарии, за слова, действительно, тема крайне актуальна, потому что мы же все бросились давно уже в кардиологии терапии, да, мы в кардиологию уже, в узкую кардиологию уходим. А вообще-то вы со спортсменами сегодня при том президентском постановлении, которое касается решения, что 70% населения будет увлечено не в элитный спорт, которым сейчас очень стоит, надо задуматься сильно, а в массовую физическую культуру, значит, мы увеличим число лиц, которые будут участвовать в марафонах, беге, вот буквально в прошедшие выходные был велопробег по Москве, это была довольно изнурительная история, я поскольку живу в центре, видел падающих велосипедистов, скорые помощи и так далее. Мы на самом деле мало представляем эту историю, мы все в основном, конечно, все кардиология, не все кардиология, Павлович, правильно сегодня сказал про бета-агонисты, и мы в терапевтическом использовании, кстати, не впереди планеты всей, потому что мы не знаем эпидемиологии, бронхиальная индуцированная физическая нагрузка, мы что-нибудь можем сказать в России про нас? Нет, мы только говорим голословно, у нас ее нет, ну, знаешь, секса нет, тоже у нас было когда-то, да, и было, не было, у нас ничего не было, а потом появилось, и поэтому понятно, что наш крен, а это вообще все, что касается, сегодня появился такой еще синдром, синдром РЭЦ, синдром дефицита энергии в спорте. У меня был доклад только что вот в Санкт-Петербурге на безопасном спорте, посвящен РЭЦ-синдрому, и был только что посвящен Конгрессу у нас, который проходил руку в РЭЦ-синдрому, который у меня мой доклад. Это тема, опять же, индуцированная спорта и дефицита энергии. То есть вообще сегодня к спорту интерес с этой точки зрения, то, что Павел Андреевич поднял вопрос, касался олимпийских, а мы говорим сегодня о количестве спортсменов, которые превышают в миллионы раз тех, кто находится в элитном спорте. В миллионы раз. Да, 70% населения это будет тот самый пол, в котором мы должны все-таки дать рекомендации, больше, чем все остальное. Бегать, не бегать, кататься, не кататься. А так я его благодарю руководство. Мадлина Юрьевна, вам огромное спасибо за нашу поддержку, за все, что вы делаете для нас. Павел Андреевич, вам. И все, что мы вспомнили, всех наших учителей, мне было очень приятно услышать это. Сергей Анатольевич вспомнился, Андрей Годжин Демба. Говорил о ныне здравствующем профессор Рогозкин, который стоял у истоков спортивной генетики. А будучи сам, не по образованию педагогом исходно. В общем, люди стояли каких-то истоков. И всегда приятно, когда мы вспоминаем людей, которые сделали много чего. Пене Стасия Владимировна по поводу дистрофии. А вот Сергей Анатольевич привел этот. Но мировая практика говорит, что у дистрофии убрали. Нравится нам это, не нравится. Мне, например, не нравится, что убрали симптоматические кардиомиопатии. Мне не нравится, что убрали гипертоническую кардиомиопатию, которую мы вводили когда-то еще с академиками Шацабая, будучи его учениками. И всегда мы говорили, ишемическая кардиомиопатия, это нам нравилось. И нравилось всему сообществу. Но в 2008 году сказали, что этого не будет. Сказал сообщество, на котором мы все время приводим слайды наших зарубежных коллег. Наверное, они больше права. У них больше метаанализов, у них больше исследований. Наверное, надо быть осторожным словом дистрофии, потому что оно очень абстрактно по тем временам. Потому что, наверное, это все-таки фиброз. Фиброз имеет локализацию. Есть определенные зоны поражения. Да, самые доброкачественные и недоброкачественные с точки зрения прогноза. Мне кажется, так. Но топическая зона, о которой Айсен Григорьевич тоже показывал, особенно нижней локализации сегодня фиброза, это очень большая и серьезная проблема. Так что дистрофию, мне кажется, не стоит использовать. Все-таки, Анастасия Владимировна, в терминалах вы можете вспоминать, но мне кажется, что мне так думается. Что нужно все-таки. Мне очень хотелось, чтобы вернули бы гипертоническую кардиопатию, потому что она действительно объясняет это. Но, увы. Спасибо. У хронической ишемии мозга – это другая тема. Да-да, я включил. Значит, дело в том, что, ну, сейчас уже принято, уже понятно, что мы не все должны влезать с запада. И надо вспоминать наши истоки. И, в частности, мы с вами про гипертонию знаем, что это болезнь сосудов. Правда? Вы забыли, что это болезнь мозга? Забыли. А у нас-то это была все-таки гипертоническая болезнь? О чем? У нас полчаса там перерыв еще. Сейчас, ну, секундочку, я закончу. Вот. И мы сейчас во время ковида увидели гипертонию регуляторную, которая никакого отношения к сосудам не имеет. Это мозги. И мы лечим эту гипертонию тоже антикоагулянтами. Потому что там нарушается микроциркуляция, там энцефаломиелит, который лечится антикоагулянтами. Падает, нарушается регулятория температуры, боли, давление, всего, чего хотите. Я вам скажу еще. Злокачественный гипертонический синдром, который появился после войны в 46-м году, о котором писали все. И он вот исчез. Это самое тяжелое. Это пациенты, ну, в таком количестве есть вторая часть этого. А злокачественный гипертонический синдром появился, начинался он с того, что это тяжелая потеря сразу зрения. Первый критерий, кроме всего прочего. Злокачественный гипертонический абсолютно пострессорный, то, о чем говорит Павел Иванович. Вообще.